Представляю нашего гостя Владислав Сергеевич Чечиков, депутат Законодательной Думы Хабаровского края, член Комитета по строительству ЖКХ и топливно-энергетическому комплекту. Здравствуйте. Добрый вечер. Давайте поговорим по поводу снегоплавильной станции. К вам наверняка обращались как к народному избраннику. Разобраться в этой ситуации. Много ли было обращений? Да, вы знаете, этот вопрос последний месяц, наверное, вызывает очень широкий лизонанс среди жителей города Хабаровска. И самое главное, здесь три вопроса, наверное, которые беспокоят жители. Первое – это забрали пляж, большую часть пляжа, которое намоленное место было у жителей Южного округа, да и всего Хабаровска. Я родился, вырос в Хабаровске, я сам на этом пляже не раз отдыхал. Второе – это, конечно, вырубка зеленой зоны, на которой расположена снегоплавильная. И третье – это экологическая обстановка, сбросы как раз в реку, там река Уссури у нас идет, сбросы в эту реку Уссури. Жители беспокоят эти вопросы, и жители очень сильно недовольны тем, что их мнение не учитывали. Владислав, ну давайте вспомним, начнем с пляжей. Вы тоже на нем были, и я был в свое время. Ну, где-то в районе десятых годов, наверное, начала этого века, 21-го, ну что там было? Там была шашлычка по большому счету, да, какие-то грибки с алкоголем, и народ, который с бутылками зачастую приходил, где-то загорал вокруг мусора. Ты хочешь сказать, что официально пляжа там никогда и не было? Да, но при этом заведения какие-то были. Вот, может быть, возмущаются в основном те, кто хотел там бизнес как-то открыть и его придержать? Я так не думаю. Ко мне поступило коллективное обращение жителей, и там подписались обычные жители, то есть активная жительница, которая увидела и не согласна с этим строительством, она собрала подписи просто на пляже. В данном моменте, сейчас уже давно не работает кафе, которое вы сказали, пункт общественного питания, то есть там уже ничего не продается, потому что остался очень маленький кусок на пляже, то есть, по всей видимости, нерентабельно. Вы правы, по информации, которую я получил, этот пляж не был узаконен, то есть у него правовых документов не было. Да, все знали, что он там есть. Да, но однако люди там отдыхали десятилетиями, там и бабушки, и мамы, и дети, и все подряд. Да, он неблагоустроен, и это вопрос, конечно, к мэрии, к городу Хабаровскому, к администрации. То есть у нас, мы вдоль реки Амур, вдоль реки Уссури, богатейшая реки, одной из самых больших в России, но у нас нет обустроенных пляжей. Сразу ради объективности скажу, что мы об этом говорили, и заммэром подтвердил, что, в принципе, люди как нелегально купались, так и будут там нелегально купаться. В принципе, там просто проведут работы, и, кстати, давайте покажем, там работы ведутся, но люди же все равно продолжают отдыхать. По большому счету, пляжу это не сильно мешает. То есть в этом отношении. То, что у нас нет пляжей, это действительно огромная проблема, и мне кажется, в основном-то общественный резонанс вызвало именно то, что отняли, хоть и нелегальное, но одно из немногих мест отдыха, при том, что взамен-то ничего не предлагают. Официально у нас, да, нельзя нигде купаться, но понятно, что в таком жарком климате, летом, но все равно люди будут купаться. Никуда от этого не денешься. Ну, как минимум, загорать ходить будут. И вот мне кажется, нерешенность этой проблемы с летним отдыхом, она и провоцирует общественный резонанс. Безусловно, вы правы. Кроме того, что была большая территория, люди отдыхали. В зависимости от уровня воды она больше и меньше. То есть выше уровень меньше пляж, ниже уровень воды больше пляж. Но сейчас у них отобрали большую часть пляжа. То есть там, по моим прикидкам, наверное, осталась одна шестая, одна пятая пляжа, когда я туда первый раз приехал. Когда зафиксировал вот этот забор зеленый, который там стоял. То есть остался маленький клочок, еще и был высокий уровень воды. И, соответственно, людям, они и без этого-то друг у дружки сбоку лежали. А здесь им вообще пришлось стесниться. Их даже не смущают те ямы, по которым они идут туда. Там же дорога убитая, но люди все равно ходят. Значит, потому что, вы правильно говорите, нет альтернативы. Нет приспособленных мест, куда люди могут пойти бесплатно и отдохнуть, покупаться. Кстати, по поводу купания. Да, там запрещено купание, как и на многих пляжах, которые прекрасны у нас. Кубика, вот я вырос, в первом микрорайоне был, да, его пересыпали, там сейчас застройка. И она пересыпана в целях защиты, опять же, это дамба там Южного округа, которая защищает жителей моего округа. Это и там подтапливал в 13-м году, если помните, там затопило первые этажи. Да, да, да. Ну, там лишились жители пляжа, да, центральный пляж. Люди все равно купаются. И здесь вопрос надзорности, нормативных документов. Почему все-таки не могут установить зоны эти для отдыха? Потому что очень много нормативки, то есть это и СанПИН, это и управление ГИМС и так далее, и тому подобное. То есть они все равно выезжают и смотрят. То есть постоянно сотрудники ГИМСа дежурят, чтобы, не дай бог, не было каких-то опасностей. Но все-таки давайте вернемся конкретно к снегоплавильной станции. Что ваша депутатская проверка показала? Насколько там все соблюдено? Мы оперативно запросили документы в мэрию города, отправили также обращение в природоохранную прокуратуру, потому что вопрос про экологию этой природоохранной прокуратуры в правительство края направили документы. Первый, который мы получили ответы, что документы есть на снегоплавильную. То есть участок отведен администрацией города под снегоплавильный завод. Но здесь немножко в другом вопрос. Я вижу вопрос этот, бизнес развивается, бизнес строит место, куда мы будем складировать снег. Вы помните, зимой у нас это и на бордюрах, это у нас было и на газонах этот снег. Везде по городу был, только убрали, здесь соскладировали. Дорого, далеко вывозить. Да, нашли место. Пусть это амуркабель для южного округа, это будет решение. Но, однако, выходя на зону, то есть жители возмущают, может быть, не сама снегоплавильня, вот если говорить про пляж интереса, а то, что они зашли на пляж, отгородились, отсыпали и забрали большую часть пляжа. Мне, как общественнику, как предпринимателю, понятней была бы логика действий такова. То есть вы хотите построить какой-то проект. Давайте вернемся к инициативе, которую поручил нам президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Это мастер-планы. Обсуждали со всеми. С людьми, с бизнесом, с госструктурами, с исполнительной законодательностью, со всеми. То есть все высказались и, исходя из пожеланий всех, сделали концепцию развития. Почему в данном случае бизнес идет на строительство какого-то завода на общественной территории, но не учитывает мнение людей? Давайте как раз мнение людей послушаем. У нас есть телефонный звонок. Олег, здравствуйте. Говорите. Добрый день, вы меня слышите? Да, да, приглашаю. У меня вопрос вот про этой снегово-плавильной станции. Вот других альтернатив построить эту станцию нет? Где-нибудь в тайге у нас в тайге мало, что ли? Почему вы тут уперлись именно на берегу? Ну, видимо, дорого вывозить сюда, наверное. Воды все равно пойдут. Хорошо, спасибо. Я могу сразу ответить, но мы это обсуждали, в принципе, много раз. Сейчас специально делают поближе к берегу, потому что что с водой происходит, то есть со снегом? Его плавят, очищают и потом куда-то должно выливаться, но, естественно, близко к берегу. Вопрос другой, насколько будет очищаться этот снег. Большинство вот сомнений наших зрителей, которые они высказывают в ватсапе нашем, они сомневаются, что все очистят, как положено. Ну, хотя бы... До этого-то вообще не чистили все это в ливневку попадало, когда таяло весной. Хотя по идее, там же была экологическая экспертиза, наверняка там все учтено. Ну, безусловно, строительство такого большого объекта проходит строительную экспертизу, и эти все моменты должны быть учтены. По всей видимости, исходя из комментариев, которые были до меня, есть несколько степеней очистки от тяжелых металлов и так далее. И вода гарантируется, что будет чистая. Ну, мы посмотрим, насколько она будет чистой. Мы бы хотели... То есть люди хотят знать информацию. Все проблемы и все эти конфликты от того, что люди не оповещены. Ну, что мешало перед началом организации собрать людей и обговорить это, и включить их мнение в концепцию? Я с вами полностью согласен. Это не единственный пример. Сегодня в рубрике «Глаз народа» будет еще один острый пример, когда вот общественный резонанс появляется из-за того, что их людей просто не предупредили. Там вот, когда начали строительство на Амуркабеле, нам прислали видеоролики, там даже не было никакой таблички. Люди через нас узнавали, что там строят вообще. А как так можно? Знаете, когда ко мне обращение только поступило, так получилось, что я сразу же выехал туда на место и увидел, что там происходит. Я на самом деле увидел там табличку. Она просто не на пляже была, а с правой стороны. Может быть, там передо мной ее поставили. Может быть, недавно. Утверждать не буду, но она была. Любой строительный объект обязан иметь паспорт объекта. И это должно быть извещение. Секундочку. Что я хочу договорить, что увидев там то, как был забор, то есть следствие этих действий, какие были. Мной запрос, оперативно отработанная информация, забор сдвинули. Забор сначала убрали. То есть пляж фактически людям увеличили. Но опять же, их не обезопасили от работы тяжелой техники. Там насыпается грунт, скальные породы, и работают большие экскаваторы. То есть забор... Давайте видео еще раз покажем. В принципе, там хорошо видно. Действительно. Правда, заместитель мэра, я задавал ему вопрос, по его мнению, там нарушений нету, поскольку достаточно... Это с другой немножко стороны вот это видео снято. Там со стороны пляжа было бы более наглядно. Но вопрос в том, что... Вернее, даже решение в том, что забор убрали, забор поставили в другую... Сначала его просто убрали, и, грубо говоря, это небезопасно было для жителей. Потом его поставили в другом месте. Это маленькая, но победа. Но сейчас самый важный вопрос, это приспособить к современному использованию уже, если уж этот завод, он будет построен, да. То есть я за то, чтобы и бизнес развивался, но в первую очередь это мнение жителей и интересы жителей. Но давайте как-то совместно решим в какой-то концепции. Ну давайте вот самый легкий пример, это южная дамба, да. Вот ее закрыли, это же в принципе тот же самый дамба, тот же самый смысл. То есть насыпали, сверху закрыли плитами. И заметьте, как сейчас, как сейчас у нас она пользуется популярностью и гуляя с колясками, и катается на велосипеде, и бегает. Да, там не все до конца обустроено. Не хватает перил, не хватает пунктов для общественного питания и так далее, и так далее. Но с чего-то начать-то можно. То есть можно же как-то обустроить так, чтобы и жители могли этой дамбой пользоваться. Я сразу скажу, что на следующей неделе мы ждем инвестора строительства. Я надеюсь, он нам объяснит и про очистку, и про то, что возможно там какое-то благоустройство. Ну да, давайте пока примем еще один телефонный звонок. Виктор нам дозвонился. Виктор, здравствуйте. Добрый день. Добрый. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Хорошо, но собственно об этом с инвестором и поговорим. Ну кстати, тоже мне несколько резануло. Когда я спросил, кто выбирал вот эту площадку, мне заместитель мэра сказал, выбрал инвестор. На мой взгляд, город должен решать, где что расположено, а не инвестор. Это городская территория. И прежде всего должно учитываться мнение жителей. Я специально посмотрел, вот расположение именно там, снегоплавильной станции, с людьми не обсуждали. Я согласен, что там не так много близлежащих домов, но все равно люди, вот притяжение этого, они есть. Там есть живые дома в каком-то отдалении. Прежде всего с ними надо было обсудить, на мой взгляд. Я могу только добавить здесь, погружаясь в проблему снегоуборки зимой, да, это был острый вопрос очень. Кроме южного направления, есть еще в районе Березовки снегоприемочная станция. И если вы знаете, на стадионе, где сказали нефтяник, на Ерофей-арене, там тоже большая площадка, и там складировали мусор. Но он плавится, не мусор, прошу прощения, а снег. Он плавится, и остается как раз мусор, остается тяжелая смесь, которая потом попадает, не переработана в Амур. Возможно, вот это решение, наоборот, как-то улучшит экологическую ситуацию. Но нужно понимать. То есть сейчас мы все предполагаем, нам нужен проект, нам нужны документы, нам нужно разрешение, чтобы мы понимали, что да, это все законно, это безопасно, самое главное будет. Ну вот ждем тогда инвестора и будем ловить его на слове. Как будет благоустройство у нас организовываться и прочее. Ну все-таки к вам в комитет Краевой Думы обратились, все равно чем-то это должно завершиться. Вы провели проверку, и что дальше? Сейчас мы не проводим проверку, мы не надзорный орган. Мы запрашиваем документы, мы имеем право обращения, исходя из полученных документов, мы уже можем как-то влиять на итоговые решения исполнительной власти. Хотя мы отдельный ветвь власти, законодательный. Со своей стороны я могу сказать, что лучшее решение в данной ситуации это инвестору собрать жителей этого округа, объяснить концепцию, что они видят, как они это будут делать, что они в итоге получат, какую они пользу принесут городу этой снегоплавильной, какую пользу они принесут экологическому состоянию нашей реки и какую пользу они отдыхающим принесут. То есть, может быть, в концепции они все-таки заложат, услышат меня, заложат места для отдыха на этой дамбе. Хотя, вот, с точки зрения логики, ну что мешало дамбу немножко дальше, да, ближе оттянуть от пляжа и не засыпать вот существующую береговую линию? Ну, эти вопросы оставим инвестору. Ну, давайте, в общем, ждем инвестора. А пока благодарю нашего гостя. У нас был Владислав Чичиков, депутат Законодательной Думы Хабаровского края. Продолжение следует...